Это Атаман, Атаманушка, это Атаман, Атаман. Говорит и показывает Атаман. Новости. К работе по наведению порядка на улицах сел и поселков подключаются организации района, сотрудники муниципальных учреждений, студенты и школьники. Вот и сегодня свой вклад в весеннее преображение района вместе с главой муниципалитета внесли все желающие. У нас с вами есть три часа, чтобы навести порядок в станице. Я вас прошу, давайте мы поработаем. Каждый знает, что нужно делать, так? С Богом, успехом! Работники учреждений собирали мусор, вычищали территорию от опавших веток, мужская половина обрезала сухие ветки. Санитарный патруль навел порядок на всех улицах районного центра. На обочинах дорог стояли многочисленные мешки, доверха наполненные мусором. Участвующие в субботнике уверены, что их примеру последуют многие жители. Кто-то выйдет прибрать территорию своего дома, а кто-то приведет в порядок детскую площадку. Так, общими усилиями район станет чище, и видеть его ухоженным, красивым будет гораздо приятней. В амбулатории станицы Новодмитриевской начался капитальный ремонт второго этажа. Средства на его проведение выделили из районного бюджета. Первый заместитель главы администрации Марина Наумейко и главный врач центральной районной больницы Манолис Ананников посетили поликлинику, где ознакомились с ходом ремонтных работ. 30 января на приеме у главы администрации Северского района Джерима Адама Шахмедовича была женщина, которая попросила его сделать ремонт второго этажа, чтобы в более комфортных условиях получать медицинскую помощь как в дневном стационаре, так и на приеме у врача. Очень оперативно адамам Шахмедовичам было дано поручение. И я надеюсь, что наши пациенты в очень скором будущем могут приходить сюда в светлые отремонтированные палаты и кабинеты и получать медицинскую помощь в комфортных условиях. На данный момент ведется внутренняя отделка пала дневного стационара и кабинета приемов пациентов. Запланирована замена электропроводки, оконных блоков и полового покрытия. Уже сегодня изменения очень позитивны. Строители выполняют работы качественно и без нареканий. Марина Владимировна оценила объем проделанной работы, побеседовала со строителями о видах предстоящих работ и сроках их выполнения. Также для организации качественного медицинского обслуживания в Новодмитриевской амбулатории был организован прием пациентов районными врачами. Жители смогли получить консультации узких специалистов. Сегодня, как вы видите, еще параллельно проходит выездной день. Каждую неделю по четвергам наши специалисты выезжают в какой-либо из населенных пунктов, узкие специалисты, для оказания медицинской помощи на месте. Вот сегодня сюда приехали окулисты и невролог для удобства жителей Новодмитриевской обслуживания. И эта работа проводится постоянно. Остались довольны и пришедшие на прием пациенты, выразив благодарность за чуткое внимание к станичникам. Огромное спасибо, что сюда приезжают специалисты. Потому что от 28-го года рождения по 90 лет, по 80 лет и по 45-й год, им неудобно ездить туда, они не могут без помощи. А здесь огромное спасибо, что приезжают специалисты, что помогают нам. Хорошо в больнице. Я нечасто сюда обращаюсь, но все время, когда обратись, все время хорошо. Общение докторов с нами хорошее. И так мы везде всегда висят, какому доктору можно записаться, заранее подойти. Это все решается, все хорошо. Мне лично нравится. В день президентских выборов 18 марта на избирательных участках жители Северского района смогут принять участие в голосовании по проектам благоустройства территорий Северского, Ильского и Афибского поселений. Голосующим выдадут дополнительные бланки, и каждый житель своего поселения сможет сделать выбор в пользу того или иного проекта. Комфортная городская среда в Северском сельском поселении представлена на территории Северского парка «Островок» и сквера «Сосновая роща». Есть такая краевая программа, и мы включили в нее два объекта. Это один объект в нашем парке озера, которое раньше работало и функционировало. И один объект, это на въезде в станицу, где кафе «Мир», там есть тоже зеленая зона, и там тоже проектируется мини-парк. Эти будут фотографии, большие плакаты красочные висеть на избирательных участках. Вы когда придете, посмотрите и, в принципе, проголосуете за тот или иной участок, который вы хотите видеть в станице Северской, который будет нашу станицу украшать. Жителям поселка Ильский предстоит выбрать, какой проект будет реализован в первую очередь. Реконструкция парка в поселке, предусматривающая устройство новых дорожек, устройство фонтана вдоль главной аллеи и дополнительное озеленение. Или благоустройство части улицы Первомайской. Здесь подразумевается устройство дорожек для прогулки, лавочек и небольшой детской площадки. На территории Ильского городского поселения 20 декабря 2017 года принята и утверждена программа по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы. В связи с чем нами разработаны и утверждены дизайн-проекты. Афибчане рассмотрят проекты по благоустройству парка и сквера в поселке. Планируется строительство тротуаров, озеленение, установка воркаут, детской и спортивной площадок. Ежегодно в конце марта Россия отмечает День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Это праздник тех, для кого стало призванием не только делать жизнь других комфортной, но и вносить значительный вклад в развитие экономики страны. По традиции в преддверии праздника виновники торжества принимали поздравления от главы района. Всех хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам новых успехов, пожелать вам здоровья, пожелать хорошей вам зарплаты, хороших отношений со стороны населения. Вот то, что все доброе, хорошее вы делаете, чтобы оно всегда возвращалось к доброму. Поэтому с праздником мира и добра. Собравшихся наградили почетными грамотами. Продолжился праздник ярким и запоминающимся концертом творческих коллективов Северского района. Горят небеса, над нами сияют, и счастье в глазах у тебя и меня. Как было всегда, и будет, я знаю, разлетает радуга после дождя. В актовом зале ЦРТДЮ, где проходило торжественное мероприятие, собралось немалое количество гостей. Их труд, несомненно, достоин внимания. Каждый из нас ежедневно сталкивается с людьми, качественно выполняющими свою работу. Телерадиокомпания «Атаман» поздравляет всех работников торговли и жилищно-коммунального хозяйства и желает им процветания и дальнейших успехов в их нелегком труде. Солнце, деревья и синее небо. Семилетняя Ариадна любит рисовать яркие картинки. Ей пока тяжело, даются сложные рисунки, но ее мама Мария Меркулова всегда рядом и готова помочь. У девочки тяжелый диагноз – ДЦП. Прогнозы врачей не самые утешительные. Сейчас Ариадна не может передвигаться без посторонней помощи и поездки в Краснодар и Таганрог на реабилитационные курсы – целые испытания для семьи. Сейчас мы активно реабилитируемся, ездим в Таганрог, везде ездим, поэтому возникла необходимость попросить коляску, потому что в обычной мы уже, как сказать, не помещаемся по росту, а то, что выделяет ФСС, оно нам не совсем по размерам подходит, потому что они большие. Обратились к нашему главе за помощью, чтобы он нам помог приобрести коляску для Арины, чтобы она нам была помощником в наших поездках. Сейчас вот мы приехали с Таганрога недавно, на днях понедельника, чуть-чуть раньше получилось, потому что мы немножко приболели. А так вот в апреле мы поедем опять в Краснодар, приезжают специалисты из Питера, и мы ездим в Краснодар на реабилитацию. Через каждые две недели. Совместно с органами опеки и районным советом депутатов при поддержке депутата Государственной Думы Владимира Сенеговского для Арины была приобретена новая легкая и мобильная коляска. Специально предусмотренная конструкция из прочного металла позволяет компактно перевозить саму коляску в автомобиле или общественном транспорте. Теперь любая поездка, даже на дальние расстояния, не станет для девочки и ее мамы очередным испытанием. Мы надеемся, что эта коляска поможет. К оздоровлению ребенка и ребенок, я думаю, будет ходить и не нуждаться в построении помощи, будет самостоятельно ходить. И если будет необходимость, мы в дальнейшем будем помогать данной семье и ребенку. Сейчас Ариадны с удовольствием выходят на прогулку и искренне радуются такому важному и полезному подарку. Ведь теперь они с мамой смогут намного чаще бывать на свежем воздухе и видеть яркое синее небо. Приближается светлая Пасха. В преддверии Великого Православного Праздника в Церте Дью Станицы Северской открылась выставка изобразительного и прикладного творчества «Пасха в кубанской семье». В ней приняли участие все желающие. Ребята подошли к выполнению работ с особым трепетом. В преддверии светлого праздника Пасхи Министерство образования, науки и молодежной политики проводит традиционную выставку «Пасха в кубанской семье». Выставка эта проводится по двум номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». Данные мероприятия имеют большое значение в воспитании детей. Ведь приобщение ребенка к истокам духовной культуры помогает оградить его от пагубных влияний современного мира. Победители муниципального этапа конкурса будут представлять Северский район на краевом уровне. Посетить выставку можно до 8 апреля. Говорит и показывает атаман. Погода. 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 Продолжение следует...